Пострадавшие от наводнения испанская Валенсия готовятся к новому удару стихии. Из-за ливни в регионе объявили красный максимальный уровень опасности. Многие и так до сих пор не могут найти своих родственников и близких. По последним данным погибли 217 человек. Местные жители уверены, жертв могло быть гораздо меньше, если бы власти заранее предупредили о стихии. Накануне в Валенсии короля и королеву Испании встречали с лопатами и угрозами. Филиппа VI закидали грязью, а его супругу Летисию довели до слез. За событиями в Испании следит наш корреспондент Адиль Жумакан. Уже почти неделю идет поисковая операция в затопленной Валенсии. Спасатели, военные и добровольцы прочесывают каждый дом и подвал. Более 2000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. И шансов найти выживших все меньше. Пострадавшие районы дополнительно направили 10 тысяч военных. Мы задействуем все силы. Сейчас главная задача – это поиск пропавших людей. Мы ищем их во всех возможных местах. Проливные дожди в Валенсии начались в прошлый понедельник и вызвали катастрофические наводнения. Мощный поток воды разрушал мосты, смывал машины, уносил с собой людей и покрывал улицы слоем грязи. Местные жители остались без электричества, водоснабжения и столкнулись с нехваткой продовольствия. Стихи унесло жизни 217 человек. И эти данные, скорее всего, не окончательны. Люди винят во всем власти, которые, по их мнению, оказались не готовы к разрушительному наводнению. Это катастрофа. Правительство никак не реагирует. Мы сами вынуждены спасаться и выживать. Сообщение пришло 8 часов, а за час до этого вода в квартире уже дошла до потолка. Спасибо волонтерам. Только они пришли на помощь пострадавшим людям. Накануне в Валенсию приехали король и королева, но поданные рады им совсем не были. Угрозы и грязь. Таким был прием монаршей щиты в зоне бедствия. Толпа кричала им вслед. Убийцы! От увиденного и услышанного королева-летища не смогла сдержать слезы. Нужно понять всю злость и отчаянность народа из-за того, насколько тяжело ему пришлось. Я гарантирую помощь от государства. Мы направляем все имеющиеся силы для решения проблем. На помощь пострадавшему народу приходят волонтеры. Более 15 тысяч человек отправились в разрушенные районы. Они помогают наводить порядок на улицах, раздают нуждающимся медикаменты, продукты питания и одежду. Добровольцы рассказывают, что в такие сложные времена главное – это сплоченность и взаимопомощь. В Валенсии мы все сплотились перед лицом катастрофы. Мы здесь, чтобы помочь всем, чем сможем. Сегодня жители пострадавших районов предупредили о новом ударе стихии. На регион надвигается ливень. Объявлен красный максимальный уровень опасности. В Каталонию дожди уже пришли. Приостановлено движение всех пригородных поездов. Закрыта часть дорог. Кое-где отменены занятия в школах. Аэропорт Барселоны меняет маршруты. 15 рейсов были перенаправлены в обход зоны бедствия. Адиджи Макан, Данил Толочек, КТК.